я напомню, что мы с вами разбирали мягкие процессы они происходят в расстоянии порядка 1.12 пиона то есть это расстояние примерно 10 или 12 сантиметров Ну и, как вы помните, мы разбирали поведение этих процессов в области больших энергий Где все сводилось либо к многоотронным событиям Причем, что самое замечательное, с растущим сечением С ростом энергии сечение там росло Сечения были большие Либо квазидифракционным, квазиупругим процессом Типа гамма-гамма, памма-векторных мезонов Затем мы посмотрели еще процессы, которые соответствуют тоже большим расстояниям Но, и тоже в носок мягкий, но в области уже не очень больших энергий Речь шла про резонансы Те резонансы, которые образуются в салтурении двух фотонов Ну и, стало быть, имеют среди своих распадов Самые разные, точные и распады два фотона Последнее, что я успел сделать Это вот для такого процесса, когда сталкиваются два фотона И образуется резонанс Причем его сочетность Есть произведение сочетности каждого из фотонов Каждый из фотонов имеет отрицательную сочетность Поэтому сочетность здесь положительная Для этого сечения Мы написали обычную приближенную формулу в виде сечения Брета-Вигнера А если резонанс оказался узкий, то тогда мы говорили, что в принципе его можно аппроксимировать тогда уже просто как дофункции С такими же коэффициентами, которые мы в прошлый раз и получили Удвоенный в спин резонанса Плюс единица Дальше входит величина, в которой самое главное Это амфа квадрат И коэффициентом 8 На ширину двухподомного резонанса На массу резонанса В квадрате Так, сейчас, одну минуту Так 8 В спин в квадрате Вот так вот, да? Окей Прошу прощения Удвоенный спин плюс единица Прошу прощения все правильно 8π в квадрате Этот резонанс, деленный на массу в первой стикле И на Эта функция От нулянтной массы Минус массу резонанса Вот такой вот ответ Получен Ну а Если распределение Поливариантного масса Вот такое вот, простенькое То дальше получить ответ Просечения Гамма Доисловного сечения Е плюс и минус Е плюс и минус Резонанс Достаточно просто Вы помните, что Сюда выходило сечение Гамма Резонанс На число Потомов Порожденных Первым Порожденных Вторым Электронным Так Проинтегрированное И в конечном счете После интегрирования По лишним переменам У нас здесь Возникала величина Которая Выглядела таким образом Было распределение По инвариантной массе На некоторую функцию Где входило отношение Инвариантной массы К облака минус ударений В квадрате К инвариантной массе Е плюс и минус ударений Если все это Выстраивалось В виде Блока Е плюс и минус ударений Инвариантная масса В квадрате Это была Сумма Энти импульсов В квадрате А С Была Сумма Сумма Чудех импульсов Исходных Электронных Выпусков После этого Ответ Получался Очень простым Вот Кстати Отличина Это была Спектральная Светимость Гамма-гамма Сударений Ответ Получается Очень простым Входит Вот этот Вот Здесь Коэффициент Т.е. Заран Г Сударения 8П квадрат Ширина Взлоконная На массу резонанса Дальше Интеграл с дельта функцией Веча совершенно тривиальная получалась а именно ходила еще масса 1,2 в квадрате и на эту самую функцию от массы 1,2 в квадрате на вес вот такой вот ответ и фактически проверим размерность она тоже противоправная отношение ширины к массе безразмерная величина эта функция тоже безразмерная все что остается это единица деленная на массу резонансов в квадрате то есть правильный ответ для сечения таким образом у нас получалось полное сечение ну и осталось только сказать что так извлекаются сведения о двух проблем решилиных и сведений на сегодня полученных достаточно много что известно про двухотонные ширины исходно есть две электромагнитные вершины поэтому они непременно пропорциональны квадрату альфа ну а дальнейшее уже существенно зависит от того от той модели которая предполагается что из себя представляет резонанс ну стало быть экспериментальное изучение и извлечение двухмотонных ширин даст нам возможность сравнивать эти модели с действительностью и что-то понимать про эти самые резонансы ну а, например, есть экспирированная кварковая модель простая кварковая модель, которая говорит, что вначале растается пара кварков а потом они связываются в резонансе причем как именно они связываются в резонансе поскольку это происходит на больших расстояниях мы по-хорошему описать не можем но если мы примем такую модель то тогда, по крайней мере, можно будет получить целый ряд соотношений, которые показывают имеет это отношение, эта модель отношение к делу или нет ну, к примеру, если мы говорим, что все происходит вот так вот то, значит, резонанс состоит из двух кварков двухкварковое образование дает определенные кванглеры числа и между волновыми функциями этих состояний имеются определенные соотношения поэтому можно будет в рамках этой модели получить соотношения между двухкварковыми ширинами разных частиц разных резонансов ну, например, одни из первых сведений, которые предсказывались на столько модели я озвучу, и я хочу посмотреть, что получилось если посмотреть двухкварковую ширину резонанса F2 это тензорная частица, то есть частица со спиной двойка да? с распадом гамма-гамма ну, конечно, это должна быть нейтральная частица по отношению к другому состоянию со спиной двойка А2 гамма-гамма и по отношению еще к следующему возбуждению мы видим F2' гамма-гамма соответствующая масса резонанса выглядит так F2 1270 это все как в мемах так 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 А2 чуть не нет А2 1320 и вот это возбуждение F' 1525 ну вот предсказания для них такие эти отношения должны быть как к 25 к 9 и к 2 просто исходя из того как именно из квартов можно построить состояние с такими данными квантовыми числами фактически коэффициент и крепших данных для случая сложения двухквартов в состояние с определенными квантовыми числами а что дает эксперимент эксперимент дает если это принять за 25 то следующий есть 10 с некоторых единичка ну то есть видно что этот модель так и имеет отношение к делу хотя в общем ее достаточно стоит такие ее стоят лошадь да а какие там добавки будут в эту модель что что какие там добавки будут в эту модель это зависит от искусства да поскольку поскольку здесь у нас нету подругой фундаментальной теории да то развивать что-то вроде теории возмущений стартует из местного лаганжана не приходится значит нужно делать разнообразные добавки там говорить что-то про волновую функцию изменять ее делать какие-то добавки действительно да теперь ну я указал просто в качестве некоторого примера типичные двухлотлонные ширины пропорциональные альфа квадратную массу резонанс это величина порядка киловектрон вольтов хотя среди них есть некоторый абсолютно удиненный резонанс пистоликом да это 0 ширина его распада вот такого вот очень маленькая на уровне 7,8 десятых электрон вольта то есть соответствующее время жизни относительно этого резонанса вот ширина на уровне 10,8 и 4 на 10 минус 17 секунды это вообще по этому каналу долгоживущая резонанс получается потому что 10 минус 17 это атомное время атомных атомных единицах единица времени как раз 10 минус 17 но все остальные резонансы имеют все-таки ширину в тысячу раз больше это кэр а значит время жизни на уровне 10 минус 20 и меньше по этому каналу вот там бывают еще и адронные каналы которые могут совершаться распады там могут совершаться гораздо быстрее соответствующие же виды будут еще больше вот это некоторое общее видение а теперь я хочу чтобы у вас осталось некоторое впечатление о поле деятельности если касаться самых последних достижений ну а некоторые уже устоявшиеся данные то их жуткое количество ну например следуем распады двухподомные распады пинуля это это штрих это для псевоскалярных частиц имеется рождение в двухподомном канале это нуля с маслой 580 ною а 0 с маслой близкой но с другими планками нечистыми F2 который я уже поминал это один из самых ну хорошо рождающихся в двухподомных событиях резонансов F2 возбужденный M0 1300 A2 который я уже поминал 1320 так дальше есть M2' F1' 1525 и 2 1670 это C это это C связанное состояние C и C цены это а самое интересное вы вообще говоря видели такую частицу как F1 1420 да ну последнее время еще целый ряд других о которых я только совсем недавно не буду особенно распространяться Вы видите, что здесь входят до сих пор либо частицы со спином 0, либо частицы со спином 2 По той причине, что на самом деле не стремен ландау, который запрещает двум фотонам находиться в состоянии с моментом равновесия А с чем это связано? Что-что? А с чем это связано? Симметрии два бозона гамма-гамма, да еще со спином 1, да? Бывают бозоны со спином 0, но два бозона, две векторные частицы со спином 1 Это достаточно простая вещь, я уже не касаюсь, но я могу посмотреть как следует учебникам Запрещается находиться в состоянии чисто симметрийной соображения Но, как вы помните, мы выясняли, что дофемиона у бозона маловая функция должна быть либо антисимметрична, либо симметрична Из этих требований, плюс подтверждение от них в спинах, это запрещено И действительно, все то, что наблюдалось, это все время были С-четные резонансы со спином 0 и 2 Вот это С, это связанное состояние С-мп-с, то есть это прямой аналог широко известной частицы G-пс G-пс это тоже С-мп-с связанное состояние, но оно, во-первых, С-четное, во-вторых, со спином 1 А здесь, извините, С-четное, со спином Дениса А это состояние С-четное и со спином 0 Так что, это получается, что аллигеризованный канал, который дает в Коборово-Буфе смертное антисостояние И любопотоны, в отношении системных сверцов, являются достаточно дополнительными в другом А вот с этим, как быть? А проблема следующая Вот эта теорема, я еще назвал теоремой Ландао-Янга, иногда справедлива только для случая, когда фотоны реальные А вот если один из фотонов становится виртуальным То у него может быть состояние уже с проекцией равной нулю Помните, скалярные частицы И тогда, в то есть в одарениях Вот такие штуки могут рождаться в одарениях Нормального, отличного фотона С виртуальным скалярным фотоном И его действительно наблюдали Прошу прощения Алло Так вот Его наблюдали в условиях, когда регистрировался, например, один рассеянный электрон И с хорошей виртуальностью Более того, когда эта виртуальность уменьшалась, наблюдали, что вероятность рождение этой частицы падает Так что это тоже некое новшество, которое открывается в гамма-гамма с ударениях Теперь, наверное, крайне интересно, где на этом, или как на этом празднике жизни выглядит яд А вот я могу указать Как пример Вот эти частицы Исследовались Исследовались На Saying В – это Четвертого Цена А в – это Четвертого Есть веские основания полагать, что они необычные, экзотические. Что вполне возможно, что, а в отличие от обычных резонансов, которые есть в двухпланке образования, они могут быть четырехпланковыми. В последнее время, особенно в работах с кем-каби, получена масса сведений. Есть уже детальные проработки вреду тела. Я немножко позже такие данные покажу. Ну вот, чтобы чуть-чуть познакомиться подробнее со всем этим, посмотрим на самый простой и первый канал, который имеется в гамма-гамма-суверене резонансной области. Это реакцию гамма-гамма, пи-плюс и минус. Если бы пи-плюс и минус были такие же точные частицы, как электрон и позитрон, то это были бы бесклиновые, заряженные образования. И тогда известно, что соответствующие диаграммы Фейнера выглядели бы так. Была бы такая диаграмма, была диаграмма, где пи-плюс и минус поменялись местами. Или, наоборот, фотоны, с этой точки зрения, поменялись местами. В рамках такого взаимодействия есть еще чистоточечная, частичная машина. И это была бы чистая квантовая электродинамика. И по этой чистой квантовой электродинамики можно было бы рассчитать сечение гамма-гамма, пи-плюс и минус, как функцию иролиантной массы гамма-гамма. Выглядел бы она при нормах. Имеется порог, удвоенная масса пионов. Очень близко, буквально в районе трех пионных масс, возникает максимум иролиантное сечение, которое затем быстренько падает. И в этой области ведет себя, как величина, порядка альфа квадрат на нубгре квадрат. То есть, выбирает очень и очень бодро. Это все так было бы, если бы была чистая электродинамика с точечными пионами. На самом деле, что есть на самом деле? На самом деле, пионы структурные частицы. У них есть некое распределение заряда, у них есть фонфакторы. Из-за этого все это искажается, но, конечно, искажается не на пороге, а немножко дальше. Как именно искажается? Вот давайте посмотрим в соответствующую картинку. Взятла из эксперимента. Вот это картинка сечения в нанобарнах, гамма-гамма, в огромные. Порог какой должен быть? Ну, 2 миллионных масс, это примерно 280. То есть, порог вот здесь. У порога, да, должно быть вот такой быстрый подъем, и потом падение до нуля. У порога событий очень мало, поэтому там нет вообще соответствующих точек. Дальше это все примерно следует тому, как и я нарисовал. То есть, все-таки, величина этого, это на уровне 240 нанобарнах. Запомнил эту цифру, дальше идет хорошее падение, и дальше оно продолжалось вот таким вот образом. А вместо этого, вместо этого есть вот такой мощный пик, соответствующий как раз тому самому F2, 1230. Вот он, очень хорошо здесь проявился этот резонанс. Да, то есть, это все результат сильного взаимодействия. Никакая, электродинамика обычная, уже здесь не работает. Ну, а можно посмотреть немножко ту же самую картинку. С некоторыми подгонками. Ну, вот это вот, не что ли, как электродинамика на пороге. Эксперимент это достаточно неплохо подтверждает. А дальше электродинамика должна была уходить вот так. А здесь уже имеются некоторые модели. У данных случаев модель Полтинфока или Моргана. Мне это важно. Важно, что есть модели, которые очень неплохо объясняют это явление. Так, это, конечно, все хорошо и правильно. А если мы посмотрим на следующий процесс. На процесс гамма-гамма, пиноль-пиноль. Так, и тут мы должны сразу сказать, что незавяженные частицы в электродинамике просто так, в первом порядке, с фотонами взаимодействовать не может. Поэтому, по электродинамике, для пиноля-пиноля, вот в этой области, вообще, должно было ожидаться, что? Чистый ноль. Но, пионы сильно взаимодействующие частицы. И поэтому будет не ноль. А что будет? Еще раз, запомните цифры. Здесь примерно 250. А потом резонанс на примерно F2, на той же самой примерно высоте. Посмотрим, что творится в сравнении гамма-гамма-пиноль. Смотрите. На пороге нету ничего, но потом возникает на уровне десятка наномар. Вполне заметное и промеренное, и с неплохой точностью промеренное сечение. Не ноль, но десяток, да? То есть, ну, примерно в 25 раз меньше, чем то, что было вот в этом месте на пи-пи-канале. А потом, в том же самом месте, в 1230, возникает этот самый F2 резонанс. Но только теперь его вершинка примерно в два раза меньше. Да? Вместо 250, ну, тут примерно 120-130 м по высоте. Дальше, опять-таки, совсем не исчезающая величина, а что-то еще. Там, в принципе, есть и дальнейшее возбуждение. Так что, с этой точки зрения, в том, что касается реакции гамма-гамма в пи-пи, есть немало экспериментальных данных, и они добавляются. Вот, скажем, это все вперед в Б-фабрик. Еще раз посмотрите, какая густота этих точек, и какие у них ошибки. Так? Это еще одна картинка. Ну, некая модель того же самого, что я вам показал выше. Опять, здесь там он десятил анаборн, а здесь тот же самый. Видно, что модель вполне неплохо описывает эксперимент. А вот теперь... Так. Как здесь... Мечить. Ага, ну... А вот теперь посмотрим другую картинку. Та же самая, как гамма-гамма в пи-пи плюс-минус. Посмотрите. Малюшенький интервал. От 0,9 до 1 гэва. Все равно, все равно, 100 мэв. Да? Как он пройден. С каким... Это... В этом районе, вы помните, резонансы типа F0 и A0. 980. Они довольно сложным образом проявляют себя в эксперименте. И нужны довольно рафинированные модели, которые, как видно, действительно очень неплохо описывают эксперимент. Это работа... Ачасовы Шестакова про совсем недавние данные в СКЕКОГИ. Так, теперь я дальше хочу сказать... Верно выяснил. Да. Вот. Это в том, что касается реакций самых первых, которые бывают по энергии. Ну вот, я говорю о том, что модели есть. Одна из привлекательных моделей такая. Значит, смотрите. Вблизи порога, не слишком далеко от него, может быть, даже не доходя до резонанса F2, есть приближение, которое очень любят теоретики. Она свойства вот к чему. Скажем. Есть общее убеждение, что квантовая хромодинамика правильная наука. Так. На чем остальное это убеждение? На том, что когда мы идем в область больших переданных импульсов, больших виртуальностей, то есть заходим в область малых расстояний, там эта квантовая хромодинамика становится теорией возмущений. Эффективная константа там мала. Теория возмущения можно пользоваться, сравнивать с экспериментом. И вот она очень неплохо этим экспериментом подтверждается. А что творится на больших расстояниях? Строго говоря, раз нету хороших возможностей там все рассчитать, и сравнить с экспериментом, то, строго говоря, определенного, четкого что-то сказать нельзя. Но есть общая вера, что квантовая хромодинамика и там работает. Просто мы не умеем ее пользоваться. А граждане предложили следующий способ использования этого обстоятельства. Поверим, что квантовая хромодинамика работает на пороге. Замечательно. Работают всюду. В том числе в области больших расстояний. Тогда можно сделать следующее. Можно поведение вблизи налога сказать. Вот оно получается из квантовой хромодинамики. Это есть что? Есть некоторая константа. Ну, с вами тут немножко отступят. Некоторая константа плюс поправки. Небольшие. В качестве параметров, про которые говорят небольшие, это будет отношение импульса, например, импульса пиоли к массе пиоли. Можем считать, что вот эти вот поправки малые. Тогда можно рассуждать примерно так. Квантовая хромодинамика хорошая наука. Она дает некое предсказание вблизи порога. Это некое предсказание, есть константа, которую рассчитать мы не умеем. Дальше от нее, раз структура теории известная, хотя рассчитывать мы не можем, можно сосчитать, как будут выиграть поправки. Это будет разложение вот таким параметром. Коэффициент для этого разложения мы тоже не очень хорошо умеем рассчитывать. Но не важно, мы напишем какой-то коэффициент. И у нас получится параметризация ответа. Какая от нее будет польза? Польза будет следующая. Посмотрим процесс и плюс, и минус. Там будет одна параметризация. Константа плюс разложение с какими-то коэффициентами. Посмотрим этот процесс. Для него тоже будет. Но поскольку это все в рамках квантовой хромодинамики, коэффициентики можно друг с другом связать. И константа, неизвестные коэффициентики, неизвестно, но между ними возможна связь. А если это так, то возникает следующая возможность проверять эту теорию. Вот эта эффективная теория вблизи порока. Мы получаем из одной реакции сведения о этих коэффициентах разложения и тогда получается возможность взаимной проверки и устройства самосогласованной модели. К сожалению, константа достаточно много, эксперимента еще не достаточно много, чтобы это все проверять с хорошей степенью точности. Но, во всяком случае, энтузиасты этого дела утверждают, что это дело выигрышное. Когда мы будем получать более четкие, точные данные проекта, то у нас все получится. Еще одна очень большая польза из изучения процесса данного МОПП сводится вот к чему. Дело в том, что сведения из этого процесса могут дать нам массу сведений про процесс еще более, я бы сказал, фундаментальный и интересный. это процесс просто рассеяние. Упругое рассеяние. Почему это так? Дело в том, что вблизи порога вы знаете, это из квантовой механики все, что нужно для описания, нужно просто фазы соответствующие антитуты рассеяния. Замечательно. Но в этой реакции мы тоже можем узнать фазы рассеяния. а есть условия уникальности которые связывают процессы это и эти друг с другом. и изучая скажем такую реакцию я могу выразить ее через Apple. Хотите вот образа открыли? Если я возьму два ну вот скажем в простейшем виде буду как-то так условно изображать амплитуду P плюс P минус. Да? Не такую штуку. Если я возьму полное сечение оно будет из себя представлять квадрат такой амплитуды. Эта амплитуда это можно и нас огражено. Можно попробовать вот как поступить. если я возьму мнимую часть амплитуды рассеяния гамма-гамма P, то она связана с полным сечением а с другой стороны ее можно попробовать изобразить вот таким образом. Через сумму промежуточных промежуточных расстояния промежуточных через сумму промежуточных состояний. То есть это может быть эта реакция доможен доможен доможенную реакцию на амплитуду гамма-гамма P, 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 P. гамма-гамма небольшая. В качестве промежуточных состояния ничего другого кроме P, P придумать нельзя. И тогда получается следующее. Смотрите. Вот эту часть мы сумеем по полному сечению найти. Раз. над этом величина здесь вот все это вместе взятое поскольку это есть мнимая часть некоторой комплекции величины есть величина вещественная. Это есть амплитуда гамма-гамма в P, которая есть вот такая величина гамма-гамма P, P Так. А эта штука в свою очередь? Эта штука в свою очередь есть амплитуда P, P, P по монгулю на фазу P, P, P Причем поскольку это сооряженная величина то ответ должен быть выглядеть. Посмотрите на то, что получилось. Чтобы возникла исчезственная величина совершенно необходимо чтобы вот эти мнимости исчезли. Эти мнимости придут к тому, с учетом что есть сопряжение что фаза рассеяния И И И дата совпадать с фазой реакции гамма-гамма а это это очень большое и нитериальное дело. Почему? Потому что реакция вот это самое это фундаментальный процесс квантовых эминитамидов. Самая низшая по мастью адроны как они взаимодействуют. То есть вся низкоэнергетическая адронная физика покоится на этой реакции как атомная физика на атоме водорода. Но откуда можно извлечь зрение от такой реакции? Давайте попробуем себе представить эту самую адронную физику. Встречных пучков пионерку природы. И тогда приходится как-то исхитряться. Один из способов исхитряться заключается в следующем. Рассматривать реакцию в которой пионы сталкиваются с протонами. Пионы пучки получают достаточно высоких энергий низких энергий неплохой интенсивности ударяя протоновую мишень и отбирая пионы с нужным а пусть происходит взаимодействие в результате которого обратуется протон и пара пионы 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 такую реакцию много раз наблюдали в тех же самых серпухах и так далее. Дальше следует вопрос. А как эту реакцию описывать? Оказывается одна из хороших приближений пионы сводится к тому что вы рассматриваете вот таким образом пион взаимодействует с протономом следующим образом с помощью пи обмена здесь в конце есть тоже два пиона это модель хороша или плоха может показать эксперимент эксперимент показывает что если суммарный поперечный импульс не очень велик то все описывается действительно неплохо описывается пионным пропагатором в Т-канале то есть эта модель не такая глупая ну а раз так переходите отсюда сюда есть некая модель но не очень плохая а что мы получаем в итоге а в итоге мы получаем реакцию пи пи плюс пи минус конечно один из потомов не слишком реальный и переход отсюда сюда модельнозависимый но вот так вот изучаем тем не менее реакцию пи пи в пи пи я знаю что это способ несмотря на то что он имеет богатую статистику историю все таки модельнозависимый в отличие от этого если мы узнаем фазы этого процесса то они будут напрямую давать сведения про фазы этого процесса вот почему к реакции гамма гамма пи пи есть некий повышенный интерес со стороны теоретика ну и завершая этот разговор хотелось бы рассказать еще про одну проблему связанную опять-таки с большими расстояниями в отчасти сезонансами я вот говорил про реакцию такого сорта это квазику пруглера да это реакция которая по своим свойствам похожа например на реакцию п 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 да но пруглера рассеяния дронов по той причине что конечная частица очень похожа на фотон тот же спин тот же заряд только масса другая ну вот мы говорили про то как выглядит этот процесс в области высоких энергий некие предсказания и тому все прочее а если посмотреть ближе к порогу рождения а если посмотреть ближе к порогу рождения ну это были где-то в районе массы рамезона там 770 мэв у пары рамезонов больше около полутора даже ну гэв то есть в районе 1-2 гэв это будет пороговая реакция нет ли там резонанса вещь непростая и была экспериментальная звуча так посмотрите на эту картинку это несколько не тех с разных ускорителей тасса это дези дпс 2 гамма это слаг арбуз это тоже дези целое если я правильно помню это корнель имеете картинку сечение реакции гамма ровной как функция инвариантной массы посмотрим как раз в районе примерно недалеко от порога да имеется вполне неплохая структура но вопрос что это за структура да конечно это широкое образование но мало ли мы видели широкий образование ромезон например тоже очень широкая структура тем не менее считается нормальным резонансом а вот это ж роро штука это резонанс или нет величина сечения вполне приличная 120 нанобар там 130 ну вот знаете есть здесь как только это было открыто сразу возникло большое возбуждение почему потому что предположим что это резонанс так тогда стоит вопрос что это за резонанс если это резонанс какой его из-за спин из-за спин равен нулю или из-за спин равен например двое так хорошо из-за спин равен нулю значит есть только одно спиновое состояние незаряженное незаряженное незаряженный естественно резонанс который может распадаться конечно и на роноль роноль и на рон плюс рон минус в рамках этого предположения если говорить о том как соотносится между собой сечение заряженное и незаряженное да это можно все выяснить и это отношение должно быть r минус это что? r гамма гамма от да конечно 2 минус это отношение должно быть вот это отношение в этом случае равняется 1 к 2 так а если этот резонанс двойка да если этот резонанс имеет из-за спины двойка то это отношение должно равняться двойче гамма гамма рон плюс рон гамма гамма рон плюс рон минус так почему у вас это сразу возбуждение? ну нужно немедленно нужно было измерять гамма гамма рон плюс рон минус а вдруг рон плюс рон минус будет отвечать такому соглашению да тогда что будет? сейчас я еще раз проверю что все коэффициентские правильные да почему это жутко интересно? что такое резонанс с равной двойке если за спину равной двойке это значит его заряд может быть равен не только нулю единице но и два плюс да? а как можно организовать ну скажем низон с зарядом плюс единица понятно как можно и он выяснил кварк скажем обычный там и плюс это можно взять кварк ап так и кварк антидал у одного будет заряд для третьих а у второго будет заряд минус одна треть для кварка для антикварка будет плюс одна треть и то получается единица все как полагается а как организовать заряд равной двойка? 4 кварка как? 4 кварка 4 кварка это экзотика это крайне интересно поэтому стал вопрос о том что немедленно нужно ее реакцию изучать да и что вы думаете? первое сведение которое стали получать сводилось к ну а что? рублю ну минус как меньше чем волновь волновь тут воскликнуть ах но как всегда бывает жизнь оказалась немножко хитрее и сложнее как же как же жизнь которую я не знаю помню помним эти цифры да? так так значит здесь у нас чтобы не контролируем началось как как можно закрыть? так придется снова у не 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, во-первых, не в два раза, а в шесть. Но самое неприятное, что здесь не видно никакой резонансной структуры. Скорее, некий бамп. Да. Ну, и что бы это значило? Ну, дальше начались попытки это все объяснять. В общем, дело приняло затяжной и сложный характер. Одна из возможностей это сказать, что у нас есть и тот, и другой резонанс. Их какая-то суперпозиция. Причем такая, что они конструктивно складываются в этой реакции и дают хорошенький полуаналог резонанса. А здесь они складываются деструктивно и никакого резонанса здесь нет. В общем, вопрос, поскольку в этой области еще хороших экспериментов почти не повторяли, вопрос так и остался загадочным. Хотя, это объяснение действительно выглядит правдоподобным. Что здесь есть не резонанс, а суперпозиция двух резонансов, достаточно широких, которые вот таким вот образом складываются. Ну, хорошо. Давайте сейчас сделаем перерыв и дальше уже перенем жесткими процессами. Все-таки, если чуть-чуть прозорить еще разговор на эту тему, то можно сказать, что, собственно, данных в этой области пока что не угребаем. Зато любопытно, что измеряли также такую вещь, как гамма-гамма в рунной омико. Вот так выглядит эта структура. Те же самые примеры на 20-30 нанопалм и тоже никакой резонансной картинки. Так, ну ладно, это что-то такое. Это просто я хотел показать, какие бывают резонансы в ЦЦ-системах. И посмотрите, сколько сейчас есть данных на эту тему. Это С-чет на резонансе, то есть гамма-гамма-соударения. Центр ЦЦ-системах. Так, ладно. Теперь перейдем к другому вопросу. Это у нас были мягкие процессы. Там большие расстояния. Сечения большие, нерастущие. И не обвиняем. Это мой все прошлое. Теперь рассмотрим в другую область. Жесткие процессы. Это процессы, которые совершаются в условиях, когда соответствующие поперечные импульсы много больше, ну, типичной шкалы примерно на целых пятьдесятых пиалов. Да? Ну, или соответствующие виртуальности. Большие. Но непросто. Это специально рассматривается случай, когда инвариантная масса много больше квадратных передших импульсов или квадратных виртуальностей, которые, в свою очередь, много больше квадратных. Вот эта область относится к той, что называется «жёсткий процесс». Ой, нет, нет, прошу прощения. Это, когда эти все величины примерно одного порядка. Есть ещё, сразу скажем, полужесткие процессы. У которых инвариантная масса, наоборот, много больше квадратных. А тема, прежнему, много больше квадратных. Почему есть такое деление инвариантная масса? И те, и другие процессы совершаются на многих расстояниях. Потому что, соответствующее расстояние, это причина порядка единица на втором квадрате, или единица на кубах в квадрате. И она должна быть много меньше, чем вот эта самая шкала. Чем то, что было на больших расстояниях. От этого сразу возникает много приятностей. Приятностей сводится к тому, что, соответствующая константа сильного взаимодействия, эффективная, зависящая от поперечных импульсов или от виртуальности, оказывается мало ли. Вообще говоря, не можно наводить теорию возмущений квантовой хромодинамики. Это очень здорово. Очень здорово, потому что у нас есть рабочий инструмент, абсолютно фундаментальная наука, и мы можем ею пользоваться для того, чтобы предсказывать, сравнивать с экспериментом, находить выход за рамки этой логики. Но, вот дальше наступает некий водораздел, связанный со следующим обстоятельством. Пока мы находимся в области жестких процессов, все совершается на малых расстояниях, и других малых параметров нет. Или больших, или малых параметров нет. Когда мы входим в область полужестких процессов, то там возникает еще один, но некоторые говорят малый параметр, а именно только перечные в квадрате на другое в квадрате, или у в квадрате на другое в квадрате. Ну, а обратная величина будет, соответственно, большой. Почему это становится опасным, когда такое наблюдается? Все это происходит по следующей причине. У нас в области жестких процессов на малых расстояниях есть малая константа альфа и больше ничего. Как раз так, то можно начинать разводить вычисления, и, как правило, бывает достаточно взять главное приближение и к нему одну-две поправки. Иногда дело довольно до трех поправок, да, когда там особенно хочется сосчитать. И при этом выясняется, что в большинстве случаев происходит неплохое согласие с экспериментом. Причем, что очень ценно, это согласие бывает на протяжении гигантского интервала по энергии, простирающегося намного в порядке величины. Это мы посмотрим дальше, что это действительно так. И это очень здорово, потому что, оказывается, в рамках возможностей, ну, например, современных машин, существует главное приближение и одну-две поправки. Абсолютно точно так же дело и в обычной антроэлектродинамике, да. Основные процессы, которые здесь изучаются, в антроэлектродинамике, к ним смотрят ран поправки. Одну, ну, при необходимости две. Но это часто бывает уже и с лишним. А что случается, когда мы переходим к полужестким процессам? А вот там возникает следующая неприятность. Из-за того, что возникает новая малая параллель, возникает следующая большевая параллель. И может случиться так, что произведение, что ряды теории возмущения будут ряды не по безразмерной переменной α, а по безразмерной переменной, а по безразмерной переменной, это уже сюда, значит, относится, по безразмерной переменной. Здесь у нас просто ряды по малой переменной α, α. А здесь может оказаться, что в действительности, малой величиной, малым параметром теории возмущений может оказаться не nps, а nps, умноженное на логарифм, np-пинкулярного или на логарифм. И если эта величина большая, то этот параметр может оказаться отлично малым. И тогда возникает необходимость делать очень много таких поправок. Нередко под словом «очень много» поднимается бесконечный ряд по таким параметрам. Ну и к чему все это приводит? Давайте сразу попробуем эти две области разделить. И да, и другая область отвечает малым настоянием, и с этой стороны жутко интересное. Когда мы туда лезем внутрь протона, или еще глубже, да, то там можно ожидать каких-то новых закономерностей, там граница нашего здания. Это все очень интересно. Замечательно. С этой наукой, в которой помимо анализа встречаются вот такие параметры, теоретические сложности. Одной-двумя поправками в условиях, когда эта величина порядка единицы не обойтись. А что нужно делать? Суммировать весь ряд по таким параметрам. То есть, весь ряд такого суперка. С какими-то сантиметриями взаим. Здесь вот такой ряд, трудно суммировать. А с лограммой, в которой будет просто альфа, не будет логалифмом, можно будет выбрасывать. Но с одной стороны понятно, что сделать это чрезвычайно трудно. Никакая машина как правило не поможет. Это помогает только высокое искусство соответствующих теоретикам. Дальше стоит вопрос. А зачем оно нужно, это искусство? Почему эта же вещь может быть интересной? Казалось бы, малые расстояния мы изучаем в жестких процессах, и слава богу. Но разница очень существенная заключается в том, что жёсткие процессы, как мы тут прификсированы по поперечным, это означает, что в того же порядке должна быть инвариантная масса. Если я хочу пойти на малое расстояние, я должен был увеличивать и инвариантную массу. А как правило, здешние стечения падают с ростной инвариантной массы. И, значит, чем интереснее сведения я хочу добыть, тем меньше будет соответствующее сечение. Такие не очень приятные обстоятельства. С экспериментальной точки зрения. В полуфорских процессах оказывается, что сечения могут расти с ростом. В принципе, они расстояются, все равно малые, но с ростом они могут не падать, а даже расти. И это обстоятельство чрезвычайно полезное с экспериментальной точки зрения. Есть еще одна вещь, которую как-то явно не формулируют, но которая, тем не менее, должна подразумеваться. Все-таки, когда мы говорим, что наша фундаментальная наука квантовая хромодинамика, то хотелось бы этот факт проверить. Когда мы занимаемся жесткими процессами, мы проверяем это на уровне чего? Ну, на уровне главного приближения одного-двух порядков. Как правило, не более того. То есть, мы знакомимся с этой теорией и подтверждаем ее на уровне двух-трех приближений. Когда же речь идет про полужесткие процессы, здесь приходится ухватывать весь ряд теорию возмущений и, значит, затрагивать укоренные вопросы этой теории, структуру ряда, его сходимость и прочие-прочие вещи. С этой точки зрения, у этих двух процессов есть свои достоинства, свои недостатки. И это вовсе полужесткие процессы не есть и слабая, малая добавка к тому интересному, что мы получаем жесткие процессы. Это самостоятельная область интересных исследований. Ну, давайте теперь познакомимся, прежде всего, с рядом вещей, связанными жесткими процессами. по полужесткие подразделения подразделения. где можно будет наблюдать жесткие процессы и что из себя не представляет. Так. Хорошо. Вот смотрите. Рассматривается реакция, в которой в конце известно, что есть два лектона и один регистрируется один отдельно взятый адрон. Рассматривается зависимость этого сечения от поперечного импульса этого адрона. поскольку электроны и позитроны не аннигилировали, то это двухотонный процесс. Так. И что видно? В начале где-то в районе поперечного импульса меньшего одного ГЭВа, поскольку видно, что эта линия практически прямая. Поскольку здесь шкала анагрифмическая, это означает, что это почти экспонента. То есть падение идёт по закону такого сорта где в степени минус П поперечное с какой-то константой. Или по закону где с какой-то константой на квадратной на квадратной плюс масса на квадрате. Вот такого сорта зависимость от поперечного импульса описывает начальный участок этого процесса. А дальше? А дальше происходит а вот, тут вот видите минус 6,6 минус 8 А, нет вот эта вот Jeffrey вот эта вот линия не в степени минус 6,6 минус 6,6 на квадрате причинного. То есть величина С, которая здесь стоит это 6,6 обратных гэмов. А посмотрите, что дальше? А дальше пытаются описывать вместо этой зависимости, зависимость у такого условия. Единица на П поперечное в некоторой осилипе не прям. Это совсем другое, более медленное падение. Вот единица на П поперечное в восьмой, единица на П поперечное в шестой, и, наконец, единица на П поперечное в четвертой. Именно так, вот такое поведение предсказывается в моделях типа квантовой хромодинамики. И видно, что действительно происходит резкое изменение. Вряд ли с полутора ГФ мы выходим на, вместо экспоненциальных, выходим на степенную зависимость. Так. Ну, здесь аналогичная картинка, я уж не буду на них более подробно постанавливаться. А вот Я уже говорил, что если вещь идет про большие поперечные импульсы, то могут наблюдаться процессы, так сказать, способов до гамма-гамма, пару квадков. Вот две такие диаграммы. Абсолютно все похожее на что? На гамма-гамма, ми-плюс, ми-минус. Только потом каждая из этих квадков превращается в адронную струю. И... И дальше это должно быть похоже. Примерно распределение этих струй по импульсам должно быть похоже на распределение мионом. Процессы гамма-гамма, ми-плюс, ми-минус. А здесь вот нарисовано данное, просто такое соотношение, как R. Когда мы рассматривали реакционные реакции, еще раз. В прошлом семестре, в прошлом году, мы говорили, что образование адронов можно писать через распад. Анигиляцию гиперселинуса в квархе. Это вот такая вот картинка. А каждый кварт потом непременно превращается в адроны, стопроцентно. С другой стороны, если я возьму отношение этого сечения к сечению не плюс, не минус, не плюс, не минус, то оно будет отличаться от этого процесса только тем, что в вершинах, вот в этих электромагнитных вершинках, где раньше стояли заряды электронов, сейчас стоят заряды кварков. Ну и здесь, в аннигиляции, это была аннигиляция электрона и позитрона, паровую, кварк, антикварк, что вполне подобно с аннигиляцией электрона и позитрона, паровую, плюс и минус. Разница будет только в том, что здесь стоит заряд льода, а здесь заряд кварка, домноженный на элементарный заряд. Поэтому вот это отложение, при больших временах, есть просто константа, которая любит обзывать буквы R, и мы ее с вами недавно наблюдали. Чему она равна? Это некая константа в районе тройки, там до тройки доходящая. То есть, что это точно так же, можно рассмотреть вопрос, как процесс гамма-гамма, кварк, антикварк, переходит в адронные струы, и он соотносится с реакцией на гамма-гамма на плюс-минус. Эту величину, естественно, назвать R, гамма-гамма, а эту величину, это была однопотонная негиляция, а здесь двухпотонная негиляция. Ну и первый же эксперимент подтвердил, что это очень разумное и правильное предложение. Вот эта самая величина R, гамма-гамма, с ростом поперечного импульса струи, сначала была очень большой, а потом выходит на константу, независчивую от поперечного импульса струи. Эта константа вполне неплохо определяется зарядами кварков. Встает, естественно, вопрос, а нельзя ли посмотреть еще и глюонные струи? В принципе, как можно было посмотреть глюонные струи? Для того, чтобы пара фатону перешла в глюонные. Но глюонные с фатонами прямо не взаимодействуют. Глюонные взаимодействуют с кварками. Значит, остается посмотреть вот такой процесс. Гамма-гамма переходит в кварковую петлю и дальше должно быть пара глюонных струй. Такой процесс действительно смотрелся теоретиками, в том числе и авторскими теоретиками. теоретиками. Вот была работа 80-го года Баева, Курадья, Вифатина. Вот этот процесс он тут не очень хорошо прорезался, но экспериментально его зарегистрировать удалось по той причине, что, во-первых, он составляет причину на уровне одной десятой от того, что есть в кварковом случае. Во-вторых, на этом фоне отличать глюонные струи от кварковых не очень-то и умели. В принципе, признаком отличия глюонных струй от кварковых должна быть такая, что струя дронов, произошедшая от глюонов, чуть шире должна быть, чем струя дронов, произошедшая от кварковых. Но я думаю, что этот интересный вопрос так и остался экспериментально не рассмотренным. Зато смотрели процессы, которые наблюдались помимо кварков еще одна струя. то есть гамма-гамма в три струи. И вот эта лишняя струя компетировалась действительно как глюонная струя. Ну хорошо, мы на этом. Да? А вот если в внешнем уровне можно этот процесс изучить? Что? Если в внешнем уровне можно этот процесс изучить? Посмотрите, нет прохорящих ускорителей пока. Потому что все это делалось на ускорителях каких-то промежуточных энергий. 60-70 гамм, где осторожен детей. Но фотон никогда не должен хотеть построить. Там-то да. Как только построят, там много чего можно будет. Да. До свидания.